Всем привет! Это новый выпуск Affiliate News, и сегодня мы поговорим о том, что USDT скоро придет конец, о том, как заливать со стримеров на казино и как заработать на арбитраже свои 10 тысяч в день прямо завтра. Поехали! Три вертикали, о которых все молчат, на что льют веб-мастера и не распространяются об этом. В статье речь идет про то, что помимо гемблинга, товарки, дейтинга, ну и прочих очень известных сейчас вертикалей, есть еще вертикали, на которых можно заливать с очень хорошим на самом деле профитом, просто они, ну, не медийные сейчас. И на самом деле это такая хорошая иллюстрация в правильной картине арбитража, потому что далеко на самом деле не все большие, вот самые большие профиты, например, сейчас в казино. Сейчас действительно он на большом хайпе, более того, из-за конкуренции сейчас казино лить на самом деле становится по-старому сложнее. Есть масса вертикалей, которые дают намного больше профита, потому что там просто мало конкуренции, и трушные арбитражники, которые у нас с большим опытом, они сидят там и зарабатывают очень много и совершенно об этом не стремятся никому рассказывать. Например, здесь идет речь про iChair Vertical и Essay, так называемые. Мы когда-то года четыре назад разбирались в Essay вот этой вертикали и практически даже начали тестить, но что-то тоже нас мейнстрим так засосало, мы не стали. Но мы познакомились с некоторыми командами, которые льют годами и отлично себя чувствуют на самом деле с большим роем. Для тех, кто не знает, Essay — это когда вы продаете написание разных учебных работ студентам в Европе. В основном там европейский рынок и Америка. Еще из интересных вертикалей, которые не указаны здесь, например, есть Litgen сейчас. Хотя Litgen уже начал становиться более медийным последние полгода-год, но раньше он тоже был не очень известен, хотя на STM уже несколько лет лежат кейсы с профитом 10-15 тысяч долларов в день на Litgen. Но и в целом таких вертикалей, которые такие неочевидные, довольно на самом деле много. Стоит только покопать и не стоит смотреть только за тем, куда сейчас вот все льют. Я думаю, нужно просто включать башку и поискать что-то неочевидное, отыскать такой свой голубой океан. Поддерживаемый Гуглом Гланс будет запущен в США в течение двух месяцев. Стартап, который на самом деле возрождает что-то давно забытое старое, потому что когда-то китайцы уже делали похожую тему. Просто сейчас американцы взяли, заручились поддержкой Гугла, объединились с мобильными операторами, договорились даже с EPLOM, и вообще подошли к делу очень капитально, и сейчас они просто запустят приложение, блокировщик экрана для Android. И на экране помимо блокировки виджетов будет показываться реклама. Кстати, почему вспомню про китайцев. Например, уже когда мы работали с Xiaomi Ads, у них есть свой рекламный формат уже сейчас, в том числе на экране блокировки. Они там тестировали, и насколько я знаю, на некоторых моделях телефонов это сейчас тоже активно. То есть идея не нова, просто тут, судя по всему, уже на голубом глазу будет это восприниматься как что-то само собой разумеющееся, типа да, у вас есть экран блокировки, на нем будет теперь реклама. Просто живите с этим и все. ФАС обязала Google разрешить использование сторонних платежных систем. И туда же в кассу, кстати, новость. Apple разрешила приложениям в Южной Корее использовать сторонние платежные системы. Мир меняется, и то, что считалось раньше стандартом, что Apple и Google брали совершенно офигевшие комиссии за платежи через их платформы, теперь во многих странах регулирующие органы заставляют технологических гигантов исправить эту ситуацию. Я думаю, что в ближайшем будущем это станет новым стандартом, когда гигантам немного придется подвинуться. И если вы будете, например, приложение покупать, все так же комиссия будет идти в компанию. Но если вы что-то через это приложение будете оформлять подписку, например, то в этом случае у вас будет уже возможность выбрать, через что оплатить. Монополия гигантов подходит на платежи к концу, и что на самом деле не может не радовать. Онлайн-казино вошли в топ-10 по популярности на Твиче. Самая популярная платформа для стриминга онлайн игр Твич пишет в своем отчете, что теперь в топ-10 входит стриминг слотов. Мне на самом деле стало интересно, как вообще это заливать на казино через стримы. Но так как мы с казино не работаем, я не очень понимаю вообще эту механику именно работы со стримерами. Поэтому я обратился к Роме Мануилову, это SEO-Альфа-Лиц, и попросил его дать какой-то комментарий на эту тему, рассказать вообще, как устроена такая закупка. И оказывается, у них есть даже штатные стримеры для этого. Думаю, вам будет интересно послушать, что он об этом сказал. Слово Роману. Привет! Говоря про казиношных стримеров, мы обычно рассматриваем их как стандартных аффилиатов, которые регистрируются на спартформе, получают трекерную ссылку и работают с нашими продуктами. Здесь важно отметить, что если ты работаешь с СНГ, очень важно, опять-таки, учитывать, что СНГ – это много гео, и зрители на стримы залетают совершенно из разных стран. Соответственно, продукты, которые собраны по этой ссылке, должны это учитывать, и рекламодатели должны принимать трафик из этих стран. Соответственно, стример размещает эту ссылку себе под видео, начинает крутить слоты, рассказывает, насколько интересный продукт. Помимо этого, очень важно, чтобы стример был социальным, таким активным, общался с аудиторией, рассказывал всякие пайки из жизни, остро, ярко реагировал на выигрыши и проигрыши. Это очень привлекает новых зрителей и, в принципе, развивает аудиторию. Стримерам обычно интересна такая постоянная аудитория, которая постоянно играет, которая заходит не внести первый депозит, а покрутить слоты. И для этого очень здорово помогают различные турниры, которые организовываются вместе с рекламодателями, и которые турниры также всячески поддерживают. Это очень здорово помогает как развивать зрительскую базу, так и увеличивать количество депозитов, которые прилетают в казино. Следующая штука, которая очень важна, это наличие у стримеров разных каналов связи и разных каналов коммуникации, то есть не только видеоформат на YouTube или Twitch, но и свой Telegram-канал, Instagram, Twitter, все что угодно, куда зрители могут прийти и дополнительно соприкоснуться с его жизнью. Вообще, в целом, вот эта реалистичность и реальность стримера, она имеет очень большую роль, играет очень большую роль. Также, если говорить про СНГ-компьютер, у нас есть определенное недоверие к продуктам, к разным казино, так как в рынке очень много скам-проектов, поэтому эта трастовость продуктов, с которыми работает стример, очень сильно влияет на восприятие им аудитории. И, соответственно, здесь очень важно выбрать тот продукт, который действительно себя хорошо зарекомендовал, который вызывает доверие у ребят. У этого источника на самом деле есть главная особенность, она заключается в том, что с него обычно не летит большое количество перводепов. Большая часть аудитории стримера — это постоянники, которые уже однажды зарегистрировались по его ссылке и теперь просто играют вместе с ним, подпитываются эмоциями и делают, соответственно, новые депозиты. Стример привык работать по ревшаре, которая выплачивается ему только после того, как сумма проигрыша игроков превысит ту сумму, которой ему дополнительно платятся еще и фиксой. Фикса, кстати говоря, делится напополам обычно, либо там по разных пропорциях, в частности, которые уходят на то, чтобы укрутить злоты, а часть разыгрывается среди аудитории. Но все-таки основной заработок стримера — это не ревшара, потому что ревшарные кабинеты достаточно долго раскачиваются, деньги идут не быстро. Это фикса, которую, соответственно, стример получает за проводимые им стримы. Говоря про рост трафика, здесь, конечно, все достаточно сложно. Дело в том, что сам по себе источник YouTube, он не сильно лоялен к такого рода стримам, и происходят постоянные баны. Плюс история с закрытием рынка России очень сильно повлияла на стримеров. Не все продукты хотят продолжать работать со стримерами, а русскоязычным стримерам двигаться куда-то еще дальше достаточно сложно. И поэтому, конечно, назвать этот источник сильно растущим сейчас практически невозможно. Штатные стримеры или коламбы — вопрос, конечно, интересный. На самом деле, человек в штате — это всегда большой плюс, потому что ты можешь сам написать ему помочь сценарий. Плюс он вряд ли выкинет какую-нибудь херню, и ты можешь быть уверен, что результат будет таким, какой ты его ожидаешь. Каким ты его ожидаешь. Но на самом деле штатный сотрудник — это еще и риски, что он может не зайти, он может не понравиться аудитории, и часто приходится начинать с нуля. Если говорить про коламбы, то здесь много плюсов. Ну, во-первых, ты берешь человека с большой аудиторией, с устоявшейся, который доверяет этому стримеру из минусов. Это, конечно, сложность перевода этой аудитории на новые продукты. Как я уже сказал, аудитория редко и достаточно тяжело расширяется. Плюс аудитория обычно очень критично относится к новым каким-то продуктам. Здесь тут, наверное, история такая. Ну и плюс, на самом деле, истории про китки, какие-то вот серые схемы в взаимодействии стримера и казино, или стримера и партнерской программы. Их достаточно много, можно об этом почитать в разных телеграм-каналах. Все, что я говорил выше, оно более релевантно, конечно, для YouTube. Но Twitch — это тоже платформа, которую хочется обсудить. Он намного хуже. Здесь аудитория глупее и младше. Здесь намного больше игровых зрителей, которые приходят просто посмотреть и при этом не делают ровным счетом ничего для стримера. Если говорить про результативность, здесь можно продвигаться, организовывая разные коллабы. Например, коллаба с какими-нибудь KLG или атрибутиным. Она гарантированно вам принесет порядка статуса зрителей онлайна. В онлайне, но будет стоить порядка полумиллиона. При этом когорты из топ-50 человек, там 30-50 — это стримеры с онлайном 500. Постоянным онлайном около 500 человек. А остальные, в основном, стримеры сидят с аудиторией сильно меньше. Там это 50-100 человек в онлайне. И, к сожалению, особо не растут. Стоит обратить внимание, что многие стримеры на Твиче крутят свой онлайн и таким образом вводят заблуждение как рекламодателей, так и других игроков. Также хочется отметить, что на Твиче очень важное значение имеют разные тренды. Тримеры стараются в них участвовать, и это положительно влияет на какую-то результативность. Но все еще, конечно, Твиче значительно слабее, чем YouTube в плане того, чтобы делать игровые стримы. Все больше хедж-фондов играет против USDT. После того, как обвалилась Терра, все больше профессиональных инвесторов стали, как это называется, шортить или планировать шортить USDT. Я думаю, что тут на самом деле все просто. Если упадет USDT, то доверие крипте будет настолько подорвано, что его можно будет не вернуть годами. Потому что, по сути, USDT — это базовая такая валюта для всех. Если ты хочешь загнать что-то в крипту или просто хранить деньги в крипте, большинство используют USDT. Если с ним что-то случится, это будет не просто криптозима, это будет какой-то криптоледниковый период. И поэтому я думаю, что его будут спасать какими только можно способами. Но как-то это должны его, в общем, поддержать, иначе просто это слишком большие риски. Яндекс Клауд запустил нейросеть, способную понимать одновременно 10 языков. Одной из сильнейших, на самом деле, сторон Яндекса, которые мы пока что не замечаем, это как раз работа с нейросетями и языковыми моделями. Если вы еще не знаете, они еще где-то год или даже больше назад выпустили функцию в своем Яндекс.Браузере, где вы можете просто включить видос, например, на Ютубе на английском языке, и браузер сам переозвучит этот видос на русский, и будет такое ощущение, что это абсолютно синхронный перевод. Ну, понятно, что там будет заметно, что это бот, но спокойно можно будет воспринимать контент. Сейчас они еще больше развивают вот это направление и могут распознать теперь 10 языков одновременно. Это можно, например, использовать при создании каких-то языковых помощников, либо колл-центров. Я думаю, не за горами в то время, когда мы, например, тем, кто занимается товарным бизнесом, можно будет не нанимать тысячу операторов колл-центра в нужной стране. Потому что я реально знаю, у некоторых крупных партнерок тысячи людей сидят просто на телефоне, обрабатывают заказы. В ближайшее время это все можно будет сделать на уровне нейросети. Ну, как в ближайшее время? Года три или пять на это уйдет все равно. Но в любом случае это воодушевляет. Это оптимизация расходов, но и, к сожалению, потеря рабочих мест. Если тематика баннера соответствует тематике страницы, он приведет на 14% больше конверсий исследования. Я даже не стал читать это исследование, потому что у меня есть мой личный опыт. Это неправда. Точнее, далеко не всегда правда. Может быть, в определенных там e-commerce вертикалях это будет работать. Но, например, у нас на обычных операторских подписках на самые совершенно разные гео, уже сколько лет, пять мы, наверное, их заливаем, у нас есть четкая корреляция того, что креатив, если он решает задачу привести пользователя, то это никак не скажется на конверсии в подписку. Однако, если у вас какая-то длинная воронка, вы продаете что-то там дорогое, то, конечно, это имеет место быть. Но в арбитраже, скорее всего, когда у вас импульсные покупки или какие-то там подписки, то есть где юзер недолго думает, скорее всего, это правило не сработает. Эксперт о P2P-арбитраже крипты. Можно получить трое от 20 до 100%. Схема для тех, кто хочет быстренько сделать изи-мания. Почитайте, там все, на самом деле, максимально просто. У меня сейчас даже знакомый, который, ну, мягко говоря, очень сильно далек от диджитала. Он реально работает в пожарной охране, чтобы вы понимали. И он разобрался в этом. Ну, для начала он прочитал там, конечно, черновик моей книги. Вообще понял, что такое арбитраж трафика в целом. Но занесло его не в арбитраж трафика, а в арбитраж крипты. Он просто что-то там посмотрел несколько видосов и сейчас зарабатывает несколько десятков тысяч в день. Просто тупо сидя там на Бинансе с телефона, продавая крипту, там, гоняя ее туда-сюда. Просто крутит свою оборотку, в общем, и зарабатывает. Поэтому это действительно сейчас такая рабочая схема. Если нужны какие-то деньги там на старт, например, на оборотку в арбитраже нормальном, то здесь знаний нужно гораздо меньше, чем, например, при работе с рекламой. Это просто такая схема. И вот эта схема, я не думаю, что она прям долго будет доступна с низким порогом входа. Так что можно разобраться сейчас, пока это работает, и подзаработать деньжат кому-то интересно. Мета сделала миллионы на рекламе с фейковых аккаунтов. Тут в статье идет разгон такой о том, что типа Facebook такой плохой, потому что он не вернул деньги забаненным аккаунтом за рекламу. По мне, так это, ну, как минимум, странно. Даже если учесть, что всякие там мошенники использовали Facebook для рекламы скама, политики там и прочих гадостей, то Facebook, как площадка для размещения рекламы, услугу-то оказал. И если услуга была оказана, и Facebook заметил нарушение, то, да, он забанит ваш аккаунт и не вернет. Почему нужно требовать с него, чтобы он вернул деньги, непонятно совершенно. Это же получается такая мечта первобильщика. Если можно было бы заливать рекламу с Facebook, ну, там, кидать его на платеж с карты, а потом еще ждать, что Facebook запалит тебя, что ты льешь какой-то скам и вернет тебе деньги, в этом случае арбитражные конференции из просто каких-то пафосных превратились бы во что-то уже просто неприличное. У подростков на ламбах совсем бы чердак отъехал от денег навсегда. Снова мета. Расширит она способы монетизации для авторов Instagram и Facebook. Новые способы монетизации – это всегда что? Новые способы заработка денег для манимейкера. В Facebook, в Instagram добавятся платные подписки, появится marketplace для авторов Instagram. Такое место для поиска блогеров, оно такое уже есть на самом деле в TikTok. И еще несколько фишек, которые каким-то образом позволят получать деньги за публикуемый контент. И, кстати, сюда же новость. TikTok запустит лайв-подписки для авторов. То же самое. Там будет возможность получать деньги за свои стримы, как это много, где уже на самом деле реализовано. И все это – еще одна возможность придумать какую-то схему, как заработать денег, возможно, и на CPA-оферах в рамках арбитража. Советую лучше присмотреться к этим вещам, когда их добавят, а не просто постоянно заливать с Facebook казино. Apple добавит функцию, которая позволит заменить копчу. Давно пора это уродство везде отменить, чтобы больше этого нигде никогда не было. Это какой-то совершенно архаичный механизм проверки на бота, учитывая то, что все наши устройства уже давно собирают биометрию, у них куча датчиков имеется. Даже простая клака, которую сейчас используют арбитражники, уже может отличить, где бот, где человек. И почему я до сих пор должен указывать, где какие-то пожарные гидранты на картинке или вводить какие-то немыслимые словосочетания. Это реально прошлый век. Поэтому хорошо, что все идет к тому, что этого больше не будет. А на этом сегодня все. Спасибо. Спасибо, что смотрели сегодняшний ролик. Я планирую, что теперь буду развивать в том числе и свой канал. Буду выкладывать не только новостные ролики, но и я бы хотел записывать про диджитал, аффилейт рынок, про маркетинг и так далее. В общем, про те темы, которые мне интересны. Сейчас я такой составил кое-какой план по этим темам и буду постепенно снимать и выкладывать. В общем, спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока.